Привет, меня зовут Ричард, вы на канале бренда MasterS.meet и в сегодняшнем ролике я бы хотел разобрать тему мелочей в стиле. На самом деле, эти самые мелочи формируют чаще всего любые образы. И также есть мелкие ошибки, которые могут разрушить вообще абсолютно любой аутфит. Так что сегодня мы разберем эту тему. Я составил для вас такой вот небольшой списочек из этих самых мелочей. Пройдемся по ним, да, посмотрим, что портит аутфиты, что улучшает. Так что давайте без воды начинаем. Перед тем, как перейти к этому ролику, хочу вам посоветовать наш интернет-магазин. Я думаю, многие уже знают, что мы производим мужские сумки из натуральной кожи в Беларуси. И на нашем сайте представлено огромное количество наших моделей. Мы заботимся о качестве нашего продукта. То есть мы используем только все самые лучшие материалы, такие как лицевая натуральная кожа, немецкие нитки, итальянский клей и японские, а также европейские молнии. Так что если вы искали себе какой-нибудь стильный, классный, и при этом очень качественный аксессуар, переходите по ссылке в описании, либо же переходите по этому QR-коду. Также не забывайте подписываться на наш инстаграм, на нашу группу во Вконтакте. Там тоже представлены все наши модели. Также туда публикуем различные новости, акции и все остальное. Первая и самая просто банальнейшая ошибка – это ошибка в выборке носков. И я на самом деле до сих пор замечаю, что многие надевают очень короткие носки в 2023 году, но на самом деле, как мне кажется, сейчас носить штаны подобным образом, да, открывать свою щиколотку – это что-то абсолютно странное, да, потому что так обычно делали люди в году так в 2016-15. Ну, это реально колхозит любой вообще абсолютно образ, и я бы так точно не рекомендовал бы делать. Если вы хотите подобрать себе носочки, смотрите, либо длинные носочки, либо гольфы какие-нибудь, например, если это, скажем, летний аутфит. Наверное, вы подумаете такие, как бы, гольфы, да, я чё, я чё, футболист? Ну, на самом деле, сейчас есть полно аутфитов, где настолько длинные носки выглядят, как мне кажется, ну, в принципе, уместно. Но кроме длины носков ещё можно обосраться на расцветке. Прям, ну, прям серьёзненько так, потому что вы не должны смотреть себе сейчас носки с конченными этими надписями, да, из каких-то мемов или из каких-то пацанских цитатников. Это сейчас выглядит просто блевотно, как мне кажется. Вот реально, если вы просто наденете подобные носки, я вас найду и украду их, вот, потому что это, ну, это ужасно. А ещё, конечно, не так плохо, но тоже не совсем уместно выглядят носки с различными рисунками, орнаментами и со всем остальным. Надевайте либо чёрные носки, либо белые носки, либо какие-нибудь однотонные, серые, например, или бежевые. Главное, чтобы это смотрелось хорошо в аутфите, да, то есть под каждый конкретный аутфит подойдут свои носки. Но самый must-have — это чёрные и белые. С ними вы точно не прогадаете, как мне кажется. Следующая ошибка, конечно, не настолько распространённая, но, опять же, это ошибка, и так делать точно не стоит. Не стоит в свои аутфиты включать огромное количество ненужных элементов. То есть не стоит перегружать свои образы, потому что я знаю, например, такой стиль в одежде, как тэквир. И мне кажется, что это один из самых худших, по моему мнению, именно стилей в одежде, потому что образы в этом стиле выглядят очень странно, да. То есть люди обычно там сочетают просто миллион различных элементов, какие-то сумки, куртки, где там тысячу карманов, всё остальное. И, ну, блин, это выглядит вообще не круто, и лично для меня это создаёт от человека некий вайб инфантильности. Просто потому что подобные образы всегда выглядят как-то по-детски, да. То есть, ну, как бы это просто какой-то костюм ниндзя. Намного лучше смотрятся более разбавленные стили, как, например, тот же горб-кор, где нету настолько большого количества элементов. Да и вообще я бы рекомендовал, опять же, сочетать базу с сложными элементами. Там, например, берёте базовые штаны, базовые, там, туфли, например, и что-нибудь. Наверх какую-нибудь сумку необычную, да, и как бы сумка создаёт некий акцент. То есть, по сути, всё, что я хочу сказать, это то, что нужно держать некий баланс в своих образах, да, то есть нужно иметь какой-то баланс между тем, чтобы аутфит сильно не перегружать, и между тем, чтобы не сочетать аутфит только лишь из базовых вещей, потому что базовые вещи — это наш клей, который формирует все образы. А какие-то необычные элементы, да, сложные элементы, они создают, как бы, изюминку, да, акцентики, и аутфиты, где есть и то, и другое, всегда выглядят наиболее выигрышно, чем аутфиты, созданные только лишь из базы или только лишь из каких-то супернеобычных вещей. Следующая же ошибка, возможно, прозвучит как-то смешно или даже, возможно, тупо, но, блин, я даже не знаю, как её правильно описать, но я бы её описал так, как несоответствие вайба, то есть вроде звучит как бред, но просто давайте на примере я вам объясню, что я хочу сказать. Вот, например, мы берём ботинки наподобие Мартинсов, да, что лучше всего сочетается с подобными ботинками? Кожаные куртки, да, какие-нибудь тёмные готические вещи, какие-нибудь рубашки, да, то есть что-то, чтобы подходило под эти ботинки. Если мы берём какие-нибудь форсы, что лучше сочетается с форсами? Базовые вещи, спортивные какие-нибудь вещи, да, худи, сумочки через плечо. То есть я думаю, вы меня поняли. Нужно просто сочетать вещи, которые вместе в целом выглядят уместно и которые по стилистике подходят друг к другу. Ну или хотя бы взять несколько стилистик и попробовать это всё сочетать в одном образе. Следующая ошибка в образах является слишком большое следование за трендом. Я понимаю, конечно, что на этом канале я всё, что делаю, только это говорю о том, что лучше носить, что не лучше носить, что сейчас актуально, какие сейчас тренды. Но опять же, ну это же максимально глупо, да, следовать только лишь трендовой одежде, носить только лишь трендовую одежду и думать, что таким образом вы создаете, как бы, стиль своим аутфитом. На самом деле вообще нет, потому что, ну, как бы из-за этого эта одежда и трендовая, потому что она очень популярная, её носят все. Но мне кажется, очень важно, опять же, включать в свои образы что-то своё, да, включать какие-то элементы одежды, которые носите только конкретно вы, которые конкретно только вам лишь нравятся. Даже если, например, эта вещь не актуальна, если она там не в трендах, если она вам нравится, всё равно возьмите её в свой аутфит, вы можете также её сочетать с какой-нибудь вещью, которая сейчас на пике актуальности, которая сейчас в тренде, и тем самым вы как бы продвигаете свой собственный стиль, свой собственный вайб и создаёте что-то уникальное. Потому что я часто очень вижу людей, которые сочетают там все вещи, которые сейчас в трендах, и... но это выглядит просто как что-то максимально шаблонное, неинтересное, и лучше бы эти люди носили что-то, что конкретно им нравится, даже если это не является каким-либо трендом. Ещё одна, кстати, очень распространённая ошибка, я даже замечал это у своих знакомых, это то, что у многих есть действительно в гардеробе только лишь кроссовки и кеды. Я не понимаю, как вы сочетаете свои аутфиты, как вы создаёте какое-либо разнообразие в них. Потому что когда у тебя есть только лишь кеды и кроссовки, ты как бы особо и не поиграешься с ними, да, не создашь необычные образы, потому что когда у тебя есть, например, туфли или какие-нибудь лоферы или ботинки, ты уже можешь создавать вообще абсолютно разнообразные аутфиты, потому что у тебя как бы комбинаций уже в априори становится намного больше. Думал я, короче, что вам ещё такого подкинуть из так называемых ошибок, и вспомнил о цветовых сочетаниях. На самом деле здесь есть буквально несколько ошибок, и одна из этих ошибок — это слишком большое количество комбинаций цветов. Что я имею в виду? То есть лучше всего, как мне кажется, сочетать два или максимум три цвета в одном образе. То есть, например, это может быть белый-чёрный или там чёрный-красный. Ну, я думаю, вы поняли. Также можно в это всё включить ещё один цвет, то есть, например, белый, чёрный и красный, ну или так далее. Но когда цветовых сочетаний становится больше, как мне кажется, здесь и появляется большинство проблем именно в том, насколько это гармонично смотрится, потому что чаще всего люди не особо понимают, какие цвета между собой хорошо смотрятся, и у них как бы возникает большое количество ошибок. И мне кажется, наиболее хорошим решением будет сочетать аутфит либо из двух цветов, либо сделать так называемое цветовое пятно. Я уже говорил на этом канале, что такое вообще цветовое пятно. Ну, я могу вам рассказать, в принципе, сейчас вкратце, что это такое. Цветовое пятно, да, это когда есть аутфит в одном цвете, и туда включает одну конкретную вещь или, например, две вещи кардинально другого цвета. То есть, например, мы берём полностью фулл чёрный аутфит, включаем туда красную сумку, и красная сумка служит в этом образе неким цветовым пятном. И на самом деле так сочетать свои аутфиты в 2023 году, мне кажется, очень даже верное решение, потому что конкретно аутфиты с цветовым пятном выглядят очень даже классно и уместно, как мне кажется. И под конец хочу сказать такую вещь, что поменьше слушайте всяких советов из интернета, меньше следуйте каким-то воображаемым правилам о том, как же правильно сочетать свои аутфиты, потому что это всё бред, да, всё как бы относительно, тренды, они появляются и уходят. И побольше старайтесь включать в свои аутфиты конкретно ваши вещи, то есть вещи, которые отсылают именно к вам. Так что всё, что я хочу сказать, это не парьтесь по этому поводу настолько серьёзно, забивайте болт на все эти вот правила, на всё остальное, на тренды, просто одевайтесь так, как вам хочется, так, как вам нравится и как вам удобно. Обязательно подписывайтесь на этот канал, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, такие как ВКонтакте, Инстаграм, и, кстати, скоро у нас появится также Телеграм. Заходите на наш сайт, покупайте наши сумки, там их большое количество, и они постоянно обновляются. Кстати, я ещё забыл упомянуть о том, что если вы хотите вместе с нами зарабатывать, можете вот на эту вот почту присылать ваши предложения, то есть дропшиппинг, всё остальное, реклама, что угодно, пишите, связывайтесь с нами, формируйте ваши предложения, мы обязательно прочтём, обязательно вам ответим. Всем спасибо за просмотр и всем пока.